Девчонки, я в цветочной лавке. Посмотрите, какая красота. Не смогла я пройти мимо. Каждый день здесь прохожу. Хочу взять вот такие вот цветы домой. Вот как вот эти беленькие, желтые, византемы. 159 стоит. Это, наверное, кустик или веточка. А, нет, это вот веточка. Там несколько цветочков. И вот эти белые красивые, такие нежные. Лилии, гладиолусы. Лилии тоже прям, смотрите, бутончики. Красивые. Розы. А вот синие. Роза мультикалор. Одна розочка 219 рублей. Цветы, конечно, девчонки, живые цветы всегда. Не дешево стоят. А вот подсолнухи. Смотрите, какие красивые, яркие. Один подсолнухи тоже дорого. 199 рублей. Один подсолнух. А вот это что такое русские? Красивые тоже. Османтиум. Здорово. А что это за чаи у вас, друзья? Это длинный настой. Вечная молодость. Очень хорошие. Надо смотреть, там, что конкретно вам надо. Водушевляющие. Каждая травочка. Нет, там, смотрите, просто по составу. Там есть разная трава, и каждая травка, она дает что-то свое. Выращена на Алтай. Травяной здоровый. Философский. Так, все, да? Да, да, все, пожалуйста. Спасибо большое. До свидания. До свидания. Красивые? Сейчас вазочку поставим. Вот, вот эта ваза у меня. Я ведь бамбук выкинула. Ну, куда ты лезешь на стол, София? Посмотрите, не слушай. Надо водичку сначала набрать. Они, видите, немножко высокие. Я, наверное, сейчас их наискосок подрежу. Залезла, залезла. Разве на стол залазят ножками? Девочки, всем огромный привет. Сегодня начинали свой влог не с утра, как обычно. Время у нас уже почти 3 часа. С утра пока встали, пока сходила на прогулку. Потом позавтракали. В общем, все как всегда. И у нас очень хорошая погода. Вот прям для октября, для осени. Вот тепло, солнечно. И мы пошли на улицу потом. Никуда не ходили. Здесь на площадке немножко поиграли. Софийка поиграла. Милана покаталась на самокате. Вот, сейчас пришли. Буду заниматься делами. Я вчера достала мясо. Вон, видите, у меня в раковине много, в чашке мяса. Потому что и свинина там была, и говядина. Хочу, достану сейчас мясорубку. Хочу все это перекрутить. Сделаю котлеты. Отправила Милану в перекресток. Потому что у меня лука нет. Две луковицы небольшие. А это мало будет. И картошку тоже, говорю, сразу купи. Сделаю пюре, котлетки. И еще у меня в морозилке тесто, девчонки, было. Вот такое слоеное тесто. Сделаем с вами самсу. Бабло мне сделала. И Милана тоже говорит, я говорю, что с тестой сделаем? Ой, мам, сделай самсу. Я тесто сама не делаю. Потому что я не любитель с тестом возиться. Ну и слоеное тесто довольно так. Ну не просто сделать. Ну по крайней мере для меня. Я не делаю. Я купила. Мне так проще. Ну вот поставила я цветочки в вазу. Сразу, знаете, так в комнате как-то свежо оживилось. С живыми цветами. Красиво смотрится. Я немножко так наискосок их подрезала. Говорят, что когда наискосок подрезаешь, вообще это проросы. Кажется, что они дольше стоят. Ну вот не знаю. Надеюсь, хоть неделю постоят. Вообще хризантемы, я знаю, что они долго стоят. Красиво. Да, дочь? Да. София, ты как это? Бандюган. Так красиво заплела я ее с утра. Повернись вот с этой стороны. Вот этой повернись. Сделала я такую красивую косичку. Нет, уже как будто не знаю, тебя за волосы кто-то таскал. Мам, ну ты потом еще раз так сделаешь? Ну конечно, придется сделать. Так же ты ходить не будешь. Мясо я уже подготовила. С этой стороны у меня получается говядина. Здесь свинина. Это все пойдет на фарш. А здесь у меня были два таких хороших кусочка свинины. Я вот так большими кусками разрезала. Сейчас все это уберу в морозилку. В среду прилетает Артур. Правда, он прилетает поздно. В 10 вечера. Я думаю, я с вечера это в холодильник просто с морозилки переставлю. А в четверг я это все замариную хорошенько и вечером к вечеру с луком пожарю. Сделаю отдельно картошечку. Артур такое любит. Вот. А вот это у меня тоже хороший такой кусочек говядины остался. Тоже решил оставить. Не знаю, или суп сварю, или может быть типа без троганов что-нибудь сделаю. Я перекручиваю через крупную насадку. У меня их три. Есть средняя и есть совсем, которые мелко перекручивают. Но вот это мне нравится больше всего. Ага, вот Миланка белый хлеб взяла. Это на котлеты. Горячий что ли, Милан? Миланка взяла кефир. Завтра оладьи сделаю. Молоко. И здесь картошка, лук, сметана. Тоже просто квашено. Чек. Она у нас чек не берет. Вот я и вот в прошлый раз сказала, Милан, всегда бери чек. 224 рубля это все вышло. Здесь у меня получается фарш на котлеты и лук. Я сюда три луковицы перекрутила. Правда, девчонки, лук, вот эта вот крупная насадка, конечно, немножко крупноватая. Я уже просто не стала переставлять, перекрутила так. А вот этот, из этого фарша я буду делать самсу. Сюда я буду лук нарезать вручную, чтобы самса была посочнее. Немножко, может быть, картошки даже добавлю. Вообще, самсу лучше, девчонки, фарш резать. Ой, мясо резать. Не фарш именно брать, а резать. Мясо нарезное, если вот у вас свежее, например, мясо, вы в морозилку убираете, доводите до полузаморозки и потом нарезаете. Потому что в замороженном виде мелко, очень легко порезать мясо. Если же оно у вас заморожено, наоборот, вытаскиваете, размораживаете до половины и потом тоже нарезаете. Нарезное мясо все-таки на пирог, на самсу будет вкуснее и самса будет сочнее. Ну, так как я уже делала фарш, ладно, сделаю с фарша. Так, теперь, девчонки, беру хлебушек. У меня белый хлеб, вот обычный, как буханка, как кирпичик такой. Срезаю с него вот эту корочку и мякушку вот так разрезаю. Теперь я сейчас залью это все немножечко молочком. Все, ну вот столько будет достаточно. Он сейчас питается, я его буду вот так вот время от времени переворачивать. И вот такой хлеб я буду, да, зайка, добавлять в фарш для котлет. Водички налить? Хлебушек прям вот так добавляю сюда. Теперь добавляю два яйца. Сейчас я это все размешаю, чтобы однородный такой хлебушек весь, чтобы растворился. А потом уже посолю, поперчу, добавлю приправы. Так, фарш у меня готов. Я его прям хорошо-хорошо вымесила, посолила, добавила красный чили перчик немножко. И все, сейчас накрою стрейчем, уберу в холодильник. Пока буду заниматься самсой, фаршем для самсы. Потому что котлеты, они жарятся не быстро. Если я сейчас начну их жарить, то до самсы, возможно, дело не дойдет. Немножко Артур, девчонки, меня отвлек. Он попросил замерить балкон. Мы все-таки решили здесь сделать небольшой такой ремонт. Привести балкон в порядок. Вот как раз он приедет в среду. И до понедельника, в понедельник он обратно улетает. Он будет здесь. И вот за это время мы планируем здесь навести порядок. Завтра я буду здесь полностью расхламлять его. У меня здесь, я говорила вам, вещи старые лежат. У меня вообще есть подружка близкая, с которой мы очень давно дружим. У нее дочка, она младше, чем София. И все вот вещи, обувь, вещи какие-то я всегда ей передавала. А так как вот этот коронавирус, границы были закрыты, посылку невозможно было передать. И я так думаю, что теперь некоторые вещи и Айлин. Ее дочку зовут Айлин. Айлин тоже будут малы. Поэтому, не знаю, все береберу. Здесь и мои тоже вещи, обувь есть. Кое-что надо будет, не знаю, либо отдать куда-то. Я зарегистрировалась на Авито тоже. Хочу вот тренажер у меня здесь стоит. Надо будет его продать. Я его за 5 тысяч покупала. Ну, хотя бы за полторы, что ли, отдать. Он новый совершенно. У меня просто... Где-то неделю я на нем позанималась. У меня, девчонки, прям спина. Вот именно не спина. Позвоночник стал болеть. И я перестала заниматься. А потом я почитала инструкцию на него. И, в общем, там пишется, что у кого проблемы со спиной или кто мучается со спиной, этот тренажер противопоказан. Вот. А так там все еще отойдет. Ну, полностью он как новый работает. Просто нужно будет его немножко вытереть. Он пыльный слегка. Вот. Завтра буду здесь порядок наводить. Конечно, поделюсь с вами. Покажу вообще, что я думаю, что я планирую, что я хочу. Может быть, вы мне что-то посоветуете. Потому что вы мне действительно иногда дельные советы даете. Спасибо вам за это. Я там несколько вариантов подобрала. Ноутбук сохранила. Но, опять же, видите, либо здесь сделать как, допустим, как кабинет, да, чтобы можно было там здесь и посидеть. Либо сделать как детскую, чтобы дети, потому что мы его утеплить тоже хотели. Ну, чтобы зимой нормально у нас здесь свет вот проведен, видите, но лампы нету. Надо будет это все сделать, купить какой-то брак, красивый светильник. Вот. Ну, или тогда сделать здесь большой шкаф от пола до потолка, потому что у нас, ну, мало шкафов, да, куда складывать вещи. Это бы нам тоже не помешало. Но если мы поставим здесь шкаф, то тогда тут не получится уже сделать типа кабинет. Потому что балкон не такой большой, место здесь не разбежаться особо. Поэтому либо надо делать шкаф, чтобы куда-то складировать вещи, да, можно было что-то, вот, например, даже эти же вещи стоят, тут игрушки, можно было туда сложить. Тут какая-то кухонная утварь моя, там вот гриль, потом мясорубку я тоже сюда ставлю. В общем, не знаю. Либо, может быть, сделать как типа дивана, софы, да, типа такой, чтобы она поднималась туда вниз, что-то можно было складывать. Ну, в общем, я посмотрю, на следующий раз покажу вам, может быть, варианты даже, вот, которые я сохранила, может, что-то говорю, посоветуйте мне. Ладно, пойду я делать дальше. Так, все, лук, картофель я порезала, видите, я его прям вот так тоненько-тоненько, видно, нарезаю. И также лук тоже, вот видите, прям тоненько, ну, насколько можете, если бы даже немножко было потолще, ничего страшного. Так, теперь сюда, что добавляю из приправ самсу. Обязательно добавляю зиру, вот она у меня, немножко ее вот так разжимаем, чтобы она аромат дала. Прижимаем пальчиками, я имею в виду. Так, теперь добавляю кинзу сухую, кориандр. Вот, сухая кинза идет у нас теперь, сухая кинза сразу, вот только начинаешь сыпать, прям аромат идет. Бывает в пакетиках сухая кинза, у меня это все приправы из Ташкента. И добавляю черный перчик с горошком. Так, теперь одеваю перчатку и хорошенько это все вымешиваю. А, еще соль, соль, я ведь самое главное не посолила еще. Так, достаю соль и хорошенько присаливаю. Можно еще немножко посолить. Так, ну а теперь мы это все перемешиваем. Так, мои хорошие, с первого теста я уже самсу сделала. Я сейчас покажу вам, как я делаю, чтобы вы тоже могли повторить, приготовить. Открываем тесто. Сейчас сначала немножко посыпаю вот так вот мукой. Перекрываем тесто и выкладываем. Так, сверху тоже немножко посыпаем и можно скалку тоже вот так прям. Я раскатываю пласт из этого теста. Вот вы вытащили и начинаете, насколько возможно, раскатывать. Так, ну вот смотрите, я раскатала пласт. Самсу делают разными способами. Кто вырезает кружок, сначала кружки вырезают и потом туда кладут фарш, делают с кружочкой. Я так не делаю, вы знаете, я заморачиваться не люблю. У меня самое, чтобы быстрый такой вариант был. Я вот так прям разрезаю тесто. Фарш кладу где-то вот столовую ложку с горкой. Так, давайте покажу, как я ее слепляю. Немножко вот так фарш я распределяю. Берем два уголка, соединяем их вот так вот. Надеюсь, вам будет видно. И теперь все это дело по бокам слепляем. Конечно, если делать круглую форму у самсы, будет самсушки красивее. Но я не люблю, знаете, особо возиться. Это если, конечно, на стол, то можно заморочиться. Вот залепили вот эту часть, да. Теперь этот уголок, вот так, этот уголок поднимаем вот сюда. Тоже получается вот так слепляем. И теперь здесь все закрываем. Но это только, если вдруг вы думаете, что у вас не получится, даже не думайте, девчонки. Это только так кажется, что как будто бы прям сложно на самом деле. Вы знаете, да, за какие-то сложные вещи я не возьмусь, что касается теста. И вот такая вот самсушечка у нас получается. Это, конечно, не самая вкусная, девчонки. Ой, вернее, это не самая красивая самса, но поверьте, она самая вкусная. Вот с двух получается пачек теста. Мне духовку надо еще, девчонки, помыть. Не знаю, сегодня уже или завтра. В духовку ставлю на 180 градусов, где-то на минут 45, девчонки, поставлю. Процесс пошел. Котлетки мои жарятся. Жарю сначала с двух сторон на сильном огне, а потом уже крышкой накрываю. Вот эту, видите, переворачивала, и она поломалась. Потому что они такие нежные, сочные внутри получаются. Нужно прям аккуратно. Ну все, девчонки, закончила я со своей готовкой. Правда, не успеваю уже сегодня помыть духовку. Завтра с утра встану, хорошо ее помою. Вот мои самса, котлетки. Самсу, правда, София вон верхние, видите, помяла, пока я жарила котлеты. Котлеты вот такие у меня зажаристые прям получаются. Мы любим такие именно. Они прям на камеру, правда, смотрятся совсем зажаристыми. Но на самом деле внутри они прям такие вкусные, сочные. Я не ела, правда, но попробовала. Одну Милана съела, одну София съела. И вот то, что фарш у меня остался, девчонки, я заморозила тоже котлетки. Потому что сейчас Артур приедет, мы куда-то будем ездить, гулять. Ну, чтобы раз пришел, там, приготовил. Правда, шесть штук получилось. Но они, видите, такие большие. Уже до завтра они у меня останутся. А завтра в пакетик переложу. И пусть будут у меня. Так, ну и все. На сегодня все. У меня села на камере батарейка, а на этой камере у меня запасной нет. Поэтому снимаю вам на телефон. Девчонки, покажу вам самсушки. Они, видите, вон поднимались, как и вот некоторые. Вот, видите, немножко прилипло. Текло, я вот некоторые отскабливала. Вот, поэтому не смазывайте. Вот, видите, не смазывайте маслом, посыпайте мукой. И давайте покажу вам внутри, какая самса получается. Ну вот, смотрите, очень вкусно. Обязательно приготовьте. Мясо сочное, с лучком. Вот, просто объедение, девчонки. Обязательно сделайте, приготовьте и порадуйте своих родных, близких. Я уже уложила Софию спать. Миланка тоже там лежит, уже собирается. Я искупалась. Сейчас хочу заняться своим лицом. И заодно покажу вам свои косметические новинки. Сегодня мы были в корейском магазине. Зашли. Вообще я шла в улыбку радуги. Хотела купить лореалевскую маску. Вот эту черную, черная глина очищающую. Мне она очень нравится. У меня вот здесь кое-где есть высыпание. У меня обычно, когда женские дни бывают в высыпании, вот эта масочка мне очень помогает. Она прям подсушивает вот эти прыщички. Я брала и вот этот вот салициловый, как называется, вот эту вот болтушку салициловую в фикс прайсе тоже мне кто-то советовал, пробовал ей. Но вот она у меня как-то не подсушивает, девчонки. Прыщики. А вот эта маска мне прям хорошо помогала. Вот, в общем, шла я за ней, ее не было. Другие маски лореалевские были, именно этой не было. И потом я вспомнила, что у нас на втором этаже есть корейский магазин. Что я взяла там, девчонки? Сейчас с вами поделюсь. Взяла свои любимые вот эти вот три скрабика. Вот Etude House. Эстетик House, вечно путаю. Etude House, вот такие скрабы. Я их просто, девчонки, обожаю. Ну, кто смотрит, меня опять же знают. Вот такие вот, одна сошетка стоит 50 рублей. Вообще, знаете, мне нужно раскошелиться и упаковку купить. Я не знаю, правда, в упаковке сколько их штук, но так будет дешевле, я уверена, чем вот брать по 50 рублей. Но, знаете, я не часто ими, в принципе, пользуюсь. Мне вот одного вот этого треугольничка на два раза хватит. Поэтому здесь, получается, на шесть применений делаю я их там, ну, раз в неделю, да, очищаю кожу. И еще я взяла тоже на пробу вот такие вот маски. Это у нас Бабл Маск, я так понимаю, пузырьковая маска тоже корейской фирмы Айоми. Тоже вот один треугольничек стоит 50 рублей. Взяла я три штучки. Сейчас мы с вами сделаем скрабик и попробуем нанести эту маску. Я так думаю, наверное, она черная. Ну, раз Бабл Маск, обычно бывают черные пузырьковые. Я, если честно, такую маску никогда не делала. Я вот тканевые делала, которые пузырятся, а вот это со свинкой есть ведь. Елизавета, кажется, если не ошибаюсь, вот эти знаменитые маски. Я их никогда не делала. Поэтому попробуем сейчас вот эту пузырьковую сделать. И еще, девчонки, я взяла вот такую вот вещичку. Там у нас такая хорошая, знаете, консультант, женщина уже. Она прям советует и вот подсказывает, откроет, там, понюхать даст, да, ну, то, что можно открыть. И вот она мне очень посоветовала вот эту вот ночную маску для губ. Потому что сейчас осень, зима, у меня постоянно проблема. Губы сохнут. Маска стоит, девчонки, сейчас я вам скажу. Так, маска стоит 213 рублей. Это какой-то вот такой, смотрите, бренд. Я, если честно, даже не знаю, что это за бренд. Первый раз такой вижу. Масочка, сейчас я вам прочитаю, даже здесь, смотрите, написано. Маска оказывает питательные и смягчающие действия, увлажняет кожу, устраняет шелушение, ускоряет заживление микротрещин. Экстракт меда оказывает противовоспалительное, противогрибковое, антибактериальное действие. Ускоряет заживление, раздражение на коже. Предупреждает их повторное появление. Там была вот такая желтая и такая кораллового такого цвета коробочка. Я и там, ну и там инструкцию, и здесь прочитала. Вот это вот действие мне понравилось больше. Потом уже, конечно, ну в использовании расскажу вам, как она понравилась, не или нет. Я еще взяла вот такую вот корейскую зубную пасту. Корейские пасты я беру, частенько покупаю. Я уже вот сейчас открывала, попробовала почистить зубы ей. Вот так она выглядит. Она, знаете, такая, как прозрачный гель. Вот, не знаю, видно вам будет. Нет, вот такая вот паста. Пахнет она мятой, но она не сильно такая вот мятная, как перечная. Прям я такую не люблю. И главное, вот тоже, опять же, мне вот консультант, женщина порекомендовала. Здесь безопасная комплексная зубная паста для всей семьи, в составе которой отсутствует 4 опасных для здоровья компонента. Триклозан, парабены, красители и минеральные краски. Она мне тоже очень ее похвалила. Ну вот я сейчас почистила, ничего так на вкус. Мне неприятная такая, приятненькая паста. Ну, взяла. Иногда говорю, беру. Так, лицо. Лицо я немного смочила, потому что, ну, на влажное лицо. Вот так вот выглядит скрабик. Вот такое количество я беру на ручки. И прям хорошенько массирую. Обязательно на чистую кожу. Немножко вот так. Ну все, скрабик я смыла. Втираю полосенчиком аккуратненько, примакиваю. Я говорю, после него лицо, как будто, знаете, у лица второе дыхание открывается. Прям кожа дышит. Я его очень люблю. Вот пока лучшего еще скраба я не встречала. Я брала даже вот таких же 7 Days есть. Тоже желтые треугольнички, тоже скрабик. Но вот он мне не понравился. Вот этот от Etude House мне нравится больше. Так вот, смотрим. Кожа гладенькая, прям он осветляет черные точки, вот если у вас. Прям кожа выглядит шикарно. Давайте сейчас нанесем масочку, тоже попробуем от Айоми. Правда, я не знаю, как ее кистью буду наносить или пальчиками. Тоже сделаю. Но масочку, наверное, на один раз, на два уже не оставишь. Если скрабик все-таки можно оставить. Ой, она что-то жидкая какая-то. Она, смотрите, какая прозрачная. Я думала, бабл маска, наверное, какая-нибудь черная. Шипящая. Так тут ее еще мало. Так, тут одной даже девчонки не хватит. Давайте сейчас я нанесу. Кожа прям местами пощипывает от скрабика. А, вот она сейчас начинает белеть, как будто бы. А, вот она, видите, становится. Такая белая. А, вот я сейчас чувствую, что она пузырится, начинает. Все, поняла я ее действия. Что-то надо быстренько разносить. Ну, на один раз достаточно, в принципе. Я уже здесь пену снимаю. А вот сколько ходить с ней, я даже не знаю. И здесь все на корейском написано. Ну, наверное, как все обычные маски. Вот, видите, она прямо так пузырится начинает. Сейчас походим, посмотрим. Чуть-чуть слегка пощипывает. Вы знаете, масочка мне понравилась, девчонки. Она такая, когда я ее смывала, она такая немножко склизкая. И образовывается в такую пенку. И вы моете, как будто вот обычной пенкой. Не маска, да, а как будто вы пенкой моете лицо. Ну, личико прям чистое, смотрите, отполированное. Ну, это еще после скраба. Но маска мне понравилась. У них вообще там большой выбор именно вот этих треугольничков. Корейских масок, ночных, разных-разных. Но я вот именно хотела что-то такое очищающее сейчас. Именно надо будет... Ой, блин, кожа прям гладкая, девчонки. Надо будет мне пойти взять. Сейчас нанесу увлажняющий тонер на лицо. И потихоньку уже монтировать вам сегодня не буду. Завтра с утра пораньше встану до своей ходьбы. Смонтирую вам, девчонки, видео. Снимаю, снимаю, а монтировать, девчонки, не успеваю. Вот снимать проблем нет. А вот как монтировать, потому что ты знаешь, что ты сейчас засядешь на часа 2-3 точно. И, конечно, вот на монтировку времени мало остается. Завтра Артур приезжает. Завтра я вам буду снимать. Потому что завтра у меня много дел. И уборки много будет. И готовить что-то нужно будет. Так что, девчонки, на сегодня с вами прощаюсь. До завтра. Увидимся завтра с вами. Всех люблю и всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok